Примерно раз в 2-3 недели на рынке появляются новые приложения для мобильных устройств, которые делают что-нибудь с вашим лицом. И мы стараемся эти приложения тестировать, чтобы Кировща не понимали, стоит качать эту приложку или не стоит. Сегодня мы тестируем приложение под названием True Face. Сегодня разработчики презентовали Симмиру приложение под названием True Face. Это и приложение, и бот для Телеграм. Функционал у него очень ограниченный, но какой? С помощью этой фиговины вы можете либо снять макияж, либо его нанести. И по мнению разработчиков, это крайне полезное приложение. Ну, например, познакомился с девушкой ВКонтакте, полайкал ее фотографии, а в реальности ты не знаешь, как она выглядит. Залил фотку в приложение True Face, и все понятно, кого тебе ждать на встрече около остановки. Ну и девчатам это приложение может неплохо посоветовать, как же накраситься, идя на встречу с новым знакомым. Итак, протестируем эту приложку. Начну я с себя. Мне макияж это приложение снимает, казалось, зато наложило вот это. Я не знаю, соберусь ли я в таком мейкапе гулять по городу. По мне так это очень опасно. Ну, а сейчас мы перейдем к ведущим первого городского, которые будут тестировать это приложение на себе. True Face, то есть правдивое лицо, как на самом деле. Правдивое лицо. А, блин, дожди. Можно сейчас, подожди. Не, не, уже будет. Все, раз, два, три. Держи. Ура! Я что им сделала-то плохого? Почему они так ко мне относятся? Бровей вообще нет, как будто бы это вот настоящие брови, они есть. Это похоже на правду? Нет! Рома, это неправда. Это приложение нужно удалить из всего. Уродство. Ой. Что? Почему у меня сразу стало 68? Честно скажу, я, наверное, все-таки думала, что я лучше выгляжу без макияжа. Но приложение решило по-другому. Еще одну фотографию твою же. Слушайте, а тут ничего так хорошо. Ну, вот тут, может, даже немножко и похоже. Тогда тебе насладенько. Вот тебе Артем Паникаровский с макияжем. Ой, Артем Душка. Ему нужно выдвигаться в президенты. Вот именно с такой фотографией, я считаю. Некие слои населения с неба проголосовывают. Держи. Это ты. Неудачница. У меня глаза более дикие, да, стали, по-моему? Ну, чуть-чуть. Ну, такие свинячьи глазки. Я сегодня изменю этот аватарку у себя. Пожалуй, на страничке. Я почему в пятнах? У меня не такое лицо. Я все очень страшно. На меня как будто выжгли что-то. Все очень плохо. Мне кажется, пила одни, два здесь. Нет, три. Держи. У меня вопрос. А где оригинал? Ну, что сказать? Это я без макияжа, да? Нет. В этот раз. В принципе, да, все-таки есть. Все-таки есть. Теперь ты будешь без макияжа. Как считать ты должен? Я должна испугаться. Я-то себя много раз видела без макияжа. О-о-о! Нет, это я без кожи еще. Вот здесь я еще и без кожи. Другую, другую фотографию. Давай я сейчас прямо сделаю. Давай. Это ты с макияжем. Боже мой, это какая ты? По-моему, мне просто ударили по губам. Сбоку. А сейчас мы макияж снимем. Бабушка Ксюша. Ну, чего это ожог в какой-то степени зажил? Года три назад сделанный. Не надо людей, не надо проверять девушек так. Не надо этим пользоваться. Все вы, если вы знакомитесь с девушкой, у нее избыток макияжа, то просто влажная салфетка вот так вот зажали ей, и все, вот так вот помыли, как хорошо все. В общем, качество работы этих нейросетей вызывает определенные вопросы. Но, если вам нужно резко, экстерно попасть в ожоговое отделение по фотографии, True Face это ваш выбор.